Знаменитый французский актер Кер Ришард приехал в Москву, чтобы представить свои вина. Ему уже давно принадлежит небольшое поместье в регионе Лангидо-Круссион на живописном побережье Средиземного моря. Побывав в этих местах, Ришард решил восстановить около 20 гектаров виноградников. Вина, созданная за первые годы урожая в новом поместье, получили высокие оценки критиков. Многие поколения российских зрителей любят Пьера Ришара прежде всего за его яркие роли. Фильмы «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Укол зонтиком», «Папаши» и многие другие стали классикой французского кинематографа. Пьер Ришард снялся также во французско-грузинском фильме «1001 рецепт влюбленного кулинара», где сыграл французского повара-путешественника, которого судьба забрасывает в Грузию. Перед журналистами актер представил вам Пуавина дело, попутно рассказав, как правильно выбрать вино и почему он не готов переехать в Россию. Он очень счастлив быть в Москве, потому что когда он сюда приезжает, он от этого получает огромное удовольствие. И когда он уезжает, он тоскует немножко по России и по Москве. В этот раз он приехал не ради своих фильмов, а ради вина, потому что он не только актер, но еще и винодел. Может быть, вам и покажется это странным, но для него это две профессии абсолютно друг друга дополняющие. Потому что когда ты делаешь какое-то кино, ты даешь удовольствие людям. И выпить бокал вина – это тоже большое удовольствие. И даже иногда почему бы не совместить удовольствие посмотреть хороший фильм с хорошим бокалом вина. Так получилось, что традиционально, что во Франции вино – это вообще что-то самое важное, одна из важнейших структур. Ну, как у вас, наверное, водка. Чтобы не показаться, конечно, претенциозным таким французам и так далее, но все-таки, если брать историю, то, конечно, французские вина, но только именно вот Гран-Крю, Бордо или Бургонь, и они показали уже многое количество лет свое качество и свою вот какую-то элитность. Ну, именно вот высокие вина француз. Конечно, сейчас начинается вот огромное количество других каких-то доменов, которые пытаются вот улучшить настолько свое качество, среди которых он надеется, что это его домен тоже. И чтобы приблизиться вот к этому эталону, потому что, как и вино, как и сыры, во Франции это замечательно. Но сейчас он уверен, что есть огромное количество других стран, которые делают хорошее вино. Италия, Испания. И даже вот американцы, хорошее вино на Павале, я даже не знаю, как это вот. Он вообще-то обожает австралийские вина или южно-африканские. Сейчас вообще в мире много всего интересного. Теперь вино это не эксклюзивно что-то французское. Единственное, что все-таки остается эксклюзивно за французами, это то, что они бьют его практически каждый день за столом. Вино это очень специфически, потому что зависит от вашего, как сказать, от вашего вкуса, что вам именно нравится. Это как картины. Есть картины нравятся, а есть картины не нравятся. Надо, конечно, его пробовать. И чем больше мы его пробуем, тем больше мы начинаем в нем разбираться и понимать, что, собственно, нужно выбирать. Он узнал, что есть русское вино. Он очень захотел его попробовать, но не нашел в ресторане, в карте этого вина. И опять он спросил в другом ресторане, хотелось бы выпить русского вина. Ему сказали, вы его увидите, оно очень хорошее. Но я его так и не увидела в карте. Если кто-то, у кого есть бутылка русского вина, попробовать, он с удовольствием возьмет и попробует. И спрашивайте, говорите в ваших ресторанах, чтобы они включали ваше вино в карту. Ему было бы приятно, если бы ему дали русское гражданство, но он не сможет здесь жить. Как он оставит своих внуков? У него семья, у него его жизнь. Он счастлив возвращаться каждый раз в Россию, но расстаться со своей семьей он просто не может.